Всем привет! С вами очередной спидран в деталях, и он, как обычно, запоздал чуть больше, чем стоило бы. Лето, сезон без рыбья и практически отсутствующих подводок к очередному ролику. Но вот же благодать, одна маленькая непритязательная студия id Software выпустила спин-офф к малоизвестной и скромной серии Wolfenstein. А так как на Doom мы уже посмотрели, то и на Вольф грех не взглянуть. Притянутый за уши инфоповод чек, а теперь давайте перейдем к деталям. На повестке дня спидран The New Order. А почему именно он, вы узнаете, когда поймете наш принцип выбора игры для следующего видео. Знаю, вы хотели бы посмотреть на что-нибудь без гличей, я обещал все-таки, но когда я перебирал примеры нескольких безгличевых ранов, я впал в кому от скуки. Буквально. Поэтому спидран в деталях так сильно и задержался. Вы довольны? Но лично тебе, мой ламповый зритель, я рекомендую забраться в комментарии и предложить мне безгличевый разбор интересной тебе игры. И я с радостью обращу на него внимание. Но, как выяснилось, проблема может прийти, откуда не ждали. О чем бишь я? Ран Вольфенштейна бегается, разумеется, на самой легкой сложности. И, разумеется, нашлись люди, для которых это не разумеется. Дескать, ну на легкой сложности каждый дурак сможет. Нет, дружище, да для тебя только потыкать мышкой по разным сайтам уже сложность уба. Ибо иначе ты бы знал, что большинство ранов в большинстве игр по умолчанию бегаются на легкой сложности. Так что вы на СтопГеймРу, а где блять еще алло? С вами спидран в деталях, пристегивайтесь, остановок не будет. Радостные новости для самих раннеров. У вас будет полно возможностей отдышаться, потому что Вольф, как и полагается добротному сюжетному шутеру, под завязку набит огромным количеством катсцен. За время бездействия спидранер успеет сходить в туалет, перекусить и построить с нуля собственный бизнес. Так что без поблажек не обошлось. Как заправский слесарь, Бласко знает, где лежат инструменты, где образовалась пробоина, и как по-быстрому избавиться от лишнего веса в трюме. Вообще, 90% конкретно этого спидрана зависит от дара предвидения. За примером далеко ходить не надо. Вот тут бравый герой стреляет на упреждение по вражеской авиации. Однако гер-пилот все равно любезно летит на линию огня. Перед скриптом не устоишь. Тайм-аут Плавно переходящий в рутинные дела. Открываем дверь, и тут обычный человек пропустил бы вперед своего товарища, но спидранеры сверхлюди. Они перезагружаются с чекпоинта. У них стальные яйца, и они не нуждаются во вдохновляющем их примере. Так что прыгают первыми. К тому же Фергюс все равно уже на той стороне. Короткая пробежка по самолету и перерывушка. Все прирендеренные катсцены, слава богу, можно пропустить, но пару болезненных секунд на загрузку уровня так и так придется потратить. Ныряем и плывем техникой чемпиона. Кролем, брасом, батерфляем, стрейфом. Бачком она ведь как-то и правда быстрее получается. Скип катсцены и вот галопом по окопам. Метко посылаем гранату в турель, а сами затариваемся не отвлекаясь и бежим в образовавшийся пролом. Дальше следует еще один важный принцип конкретного спидрана. Принцип ненападения. К чему бессмысленная агрессия? Ведь даже свирепые уберзольдады черепа, не знающие сострадания из-за промытых мозгов, не заслуживает насильственной смерти? Ну, кроме этого. Этот полный придурок. Вот так вот мы даем стрякача прямиком до зенитки, по возможности избегая зрительного контакта. А то заболтают скучными историями про отличные выходные, проведенные за расстрелом у турменьшей и сожжение млогерей. Перекур. Теперь необходимо методично вскарабкаться на стену, по возможности не задавая вопросов, почему врезавшийся в крепость самолет не перебил трос из пидранерского умодела. Дальше бег с препятствиями до пулемета. Популярный вообще вид спорта во вселенной Вольфенштейна. Перепрыгиваем через робособак и иногда, лишь иногда, простреливаем особенно надоедливые нацистские головы. Добежав до стеночки, устроим очередной привал. АЛЯРМ! АЛЯРМ! Даже не думайте двигаться дальше, пока Фергюс не закончил петь. Неуважительно. Но в момент определенной реплики чекпоинт активируется и можно ползти дальше. Проползли бы раньше, пришлось бы сначала ползти назад до чекпоинта. После очередной передышечки... С проницательностью ванги находим ключ в первой попавшейся тумбочке. Серьезно, на месте напарников я бы мигом сдал бласка на полиграф. Встречаемся с Черепом и с оскорбительной уверенностью выбираем, кому умереть от рук антагониста. Фергюсу. Умереть надо Фергюсу. Явно не самый популярный выбор, но такова судьба спидраннера. Таймлайн 2 это быстрее проходится, да и взлом замков через отмычку, а не через проводочки, как с Фергюсом, дается быстрее, если знать и уметь. Да, все спидраннеры — меркантильные тва... Кхе-кхе-кхе... Волевые люди. Сказал Би Джей и, пристыжая спринтеров, обижал весь госпиталь за одну минуту. Прямиком с инвалидного кресла. Не связывайтесь в разборке с нацистами. Они, конечно, поубивали кучу ваших спасителей, которые выхаживали вас несколько последних месяцев, но вы и выше этого. Так что никого не убиваем, кроме этих парней. Эти полные придурки. Покончив с ними, вы триггернете кавалерию, и, разобрав дронов на детали, пора спасаться бегством. После небольшого удовлетворения фетишей и пласковицев в подвале, отправляемся на следующее задание. Подпиливаем ножичком горлышко командира, чтобы не поднял тревогу, и чтобы забрать пистолет. Натягиваем глушитель, и, не сходя с места, кладем штабелями караульный взвод. Снова пит-стоп. Бежим в бункер слева, упираемся лбом в дверь, где взламываем замок, пока пули щекочут в спину, спасибо самому легкому уровню сложности. Затем упираемся в еще одну дверь, где взламываем замок, пока пули щекочут, но вы поняли. Наконец, открываем ворота и продолжаем до следующей остановки. Здесь быстрый стелс, и вот тут зуб даю. Начинается кое-что интересное. На беднягу Бласка выбегают сразу два гигантских робота, после чего... Да, это правда. Это правда, дорогие друзья, и вам надо просто с этим смириться. Робота можно отключить вот так. Я знаю, скорее всего за дизайн машины отвечал тот же безумный конструктор, который построил гигантский незащищенный тоннель в Звезде Смерти, уничтожаемый одним прицельным попаданием. Но вашей вины в том, что вы не знали об этой кнопке, нет. Такого гениального поворота не ожидал никто, поэтому даже спидранера нашли этот лайфхак только с подачи разработчиков, и это не шутка. Эхм, тем не менее. Второго железного гиганта расковыриваем уже набегуем, чем к машине никто не любит нерасторопных автостопщиков. Оттуда попадаем в поезд, а в поезде прямиком за стол к фрау Энгель. Здесь самое главное как можно быстрее выбрать рандомную карточку. Потом плывем с подносом в свое купе, где устраиваем кофе-брейк. Паркурим по карнизам, а затем запрыгиваем в домик, где нас уже поджидает лазерный резак. Но заряда постыдно мало, так что включаем режим экономии студента, который заварил сегодня четверть доширака. То есть выпиливаем крохотное окошечко в сетке и протискиваемся подкатом. Ну и, конечно, выбираем самый бесшумный метод передвижения по вражеской штаб-квартире. Неуклюже вваливаемся в окно и со всей дури мчимся по деревянному полу. Никто и усом не поведет. Убиваем командира, ну тупо потому что загораживает окно, и путешествуем по карнизу. На следующем уровне продолжаем мацион с максимальной степенью неуважения к нацистам. А заканчивается утренняя пробежка прямо под носом у охраны в лифте. Ну наконец-то постреляем, а хотя это ненадолго. У Бласка есть пунктик, он не вскрывает замки в одиночку. Ему нужны зрители. Так что ждем свидетеля, чтобы герой мог выдать Гаррета и мчим дальше. Во дворе нас ждет очередная пачка противников, и так как у нас тут эскорт-миссия, без поножовщины теперь не обойтись. Поэтому разбираем пушечное мясо на пути, а остальных подкарауливаем прямо у порога. Как там у философов? Когда убиваешь всех грязных нацистов за одной дверью, тут же открывается другая. Где тоже надо перебить всех грязных нацистов. И опять же, так как у нас тут эскорт-миссия, забиваем огроменный болт на всех встречных врагов, да и на напарника тоже разберется как-нибудь. Ну и вот, пожалуйста, Вайт оказывается прямо за спиной, видимо, так же легко пробежав противников, как и Бласко, потому что уберзальдаты, очевидно, учились в параллельных классах с имперскими штурмовиками. Сваливаем на следующий уровень. Здесь надо вскарабкаться на лестницу. Ну, в общем-то, и не обязательно. И вот мы дома. Ну, а это ненадолго, а то так и расслабиться же можно. Следующий уровень. Тут нам необходимо спровоцировать собачку, и бегом назад. Бум, собачка, все. Следом очередной робот, а, впрочем, неважно, можно топать дальше. А дальше надо расчистить помещение, скажем так, на свой вкус. Всех убивать не обязательно, но наоборот, оставив всех в живых, во время открытия двери вы немножко умрете. Так что соблюдайте баланс. Меткое попадание гранатой вот здесь оторвет крепежи и отправит балансир, на котором вы стоите, прямиком вверх. Ловкий трюк, но надо потренироваться. Примерно то же самое проворачиваем здесь. Игра подразумевает, что вы будете пилить крепежи вручную. Но зачем, когда есть ручная граната? Вот здесь ваша любимая часть. С вертолетной платформы приземляемся на ящики, с ящиков на невидимый карниз, а с него прямиком в текстуры, где ждет рубка с нужной кнопкой. Если кто-то внимательно осмотрел мой разбор дум, а если нет, то бегом, то вы поймете, что такие эксплойты перекочуют туда прямиком отсюда. Хватаем королайн на ручки и молимся, чтобы вас не застрелили. А такое вполне может случиться, если вам не повезет, и искусственный интеллект, ну, очень захочет поставить прямо перед вами противника. Но бласковец-свинец на завтрак ест, по крайней мере, на низкой сложности. Так что уровень пройден. Следующая миссия проходится на раз-два, поэтому давайте ее просто скипнем. Потому что это по-спидранерски в конце концов. В лагере тоже поначалу самое главное просто знать, куда бежать, и не терять время на поиски пути. Вас вырубит безумный доктор. А когда вы проснетесь, главное избежать соблазна загнать нож в каждого встречного врага. Загоняйте только в тех, кто перегораживает проход. И продолжайте в том же духе на протяжении всего лагеря. Бегите, где бежится, а нацистов жизнь рассудят. И даже за рулем Герр Фауста надо включить стритрейсера. По возможности не обращать внимания на мелкую шушуру вокруг, а пользоваться срезками, сокращая путь. Тем более, что нет ультимативнее оружия, чем... Не-а. Ну, блять, конечно, ага. Разумеется. Чекпоинт и врагов как не бывало. Пользуемся преимуществом накопленных в предыдущих попытках знаний и расстреливаем врагов в точности в тот момент, когда они только появятся из дверей. А теперь продолжаем копаться в недрах нашего убежища и наталкиваемся на усиленных роботов-нацистов. К счастью для Бласковицы их поставляют в экономичной упаковке, так что пристрелить болванчика можно прямо в ней. Ну и дальше осваиваем канализацию. На удачу раннеров здесь можно неплохо клипнуть и сократить дистанцию проплыв в текстурах. Ну, стандартная ситуация, вы знаете. Тут мы наткнёмся на очередной патруль, и если первую партию хорошо бы запылять с глушителя, то вторую можно... ну, послать нахер, проще говоря. На базу случилась облава. Мы, как моющие средства из рекламы, только наоборот. Не уничтожаем 9 из 10 вредителей. Но вот в этом конкретном зале вас основательно прижмут. Придётся драться. Дальше мост. Здесь важно, что называется go with the flow. Не бояться сложных акробатических этюдов и безостановочно переть вперёд. Разумеется, предварительно выучив карту. Тогда все прыжки и карабканье не будут представлять для вас особой сложности. Отправляемся на луну. Трусцой обходим всех нацистов, а вот здесь загружаемся с чекпоинта. Так мы окажемся здесь же, но без мешающихся под ногами врагов можно быстро и правильно заклиповать под пол. Ну, а остаток пути опять же пробегается проще простого, если ты знаешь, куда идти, и проделал эту тыщенку-другую попыток. Приземлившись на землю, в очередной раз делаем паузу. Настоящий герой войны знает, когда надо не тратить патроны, а просто присесть на задницу в ожидании развязки. А потом в игру вступает очередной идеальный забег. Срезать можно здесь, не дожидаясь, когда доска приземлится на пол, по-пожарнической съезжаем по шесту. Здесь, играя в таймлайне Фергюса, вы уткнетесь в тупик, в результате чего придётся бежать в большой обход. А в таймлайне Вайта тут по какой-то странной причине уже торчит дверной замок. Ну, а дальше просто стягаем на лифт, не боясь чуток сломать ножки. Дальше и того круче, минуем утомительный файт и ещё более утомительный спуск на подъёмнике. И натурально совершаем прыжок веры в текстуры, отчего даже игра прихереет и соизволит загрузиться. Теперь у вас лучшие места в партере с видом на сцену, куда шагает большой механический треножник. И как только паукан анонсирует себя, сразу загружайтесь с контрольной точки. Теперь вы перед ним как на блюдечке, так что действовать надо по понятиям. Вилкой в глаз и в нищий бац, затем расстрелять гранатомёт в орудие и потом повторить первый пункт. Треножник готов, но алярм! Алярм! Не забудьте посмотреть, как он разваливается на части. Позёр без зрителей не может. Следующий уровень начинаем с отмашки от назойливых дронов, а потом следуем в канализацию. Жуткий били настолько жуткий, что может пройти сквозь дверь, когда её только начали открывать. Бежим дальше, пока не натыкаемся на ангар, где устраиваем непродолжительную бойню. Продолжаем бежать, по пути не отвлекаясь на каких-то там, не знаю, врагов. Тем более, что физический мир бласковицу не угроза, он нематериален и спокойно клипается сквозь вот эту лестницу. И тут бы героя по сюжету должны отравить, но жуткий били настолько жуткий, что травит себя сам, лишь бы побыстрее перейти к спасению друзей. Мужик. И вот мы один на один со своим заклятым врагом. Череп собственной персоной. Это был долгий путь, но... Вы же знаете, это будет быстро. Зашвыриваем оппонента гранатами и повторяем вплоть до необходимой катсцены. Потом бегаем от зенитки к зенитке, походя побираясь всем, чем бог даст, и, когда дирижабли будут поражены, методично настреливаем обойму в Черепа. Того разорвет так сильно, что бласковица отбросит в сторону, поэтому стоим у стеночки, чтобы ударная волна промяла нас вовнутрь. Падаем вниз, а тут нас уже ждет потерянный в детстве брат-близнец Черепа. Хотя, наверное, это он сам. Настреливаем из всех калибров и... Мировой рекорд 1 час 31 минута 16 секунд. В роли бравого Билли Буласковица спидранер Драко. Рекорд держится уже два года, что особенно смешно, потому что сам раннер допустил хренову тучу ошибок. Так что в идеале там возможны все час 15, а, впрочем, на кой лет, если планочка пока не взята. Немножко ублажу тех, кто вначале недовольно визжал про эксплойты и низкую сложность. В категории без гличей рекордное время всего на 15 минут больше, чем вот у текущего рана, да и в целом оба забега очень похожи, только без эксплойтов капелюшечку скучнее. На сложности уба, рекорд аж один, на час дольше, чем на самой легкой, и без воли смотреть нельзя, ведь бегун мрет даже на начальных уровнях. Но вы в комментариях обязательно напишите, что такое спидран интереснее, потому что на легком уровне натуре каждый дурак сможет чё. Туда же напишите спидран, какой игры вы видите в обозримом будущем, и я, разумеется, не оставлю это без внимания. Ну и пуляйте лайки, репосты, колокольчики там еще. После этого можно хвастать друзьям, как здорово вы поддерживаете любимый сайт. Ну а с вами был StopGame.ru, это спидран в деталях. Скоро увидимся.